«Принятие судьбы» – так была названа литературная постановка по произведениям Натальи Юрпаш «Женщины с ограниченными физическими, но безграничными творческими возможностями». Ведущая спектакля, она же режиссёр театра студии Мельпомена Елена Махиборода, рассказывая об авторе, старалась донести до зрителей все страдания и испытания, выпавшие на долю женщины, и в то же время выразить восхищение стойкостью её духа. Вот это её книги, стихи, сказки. Она писала их всю жизнь, когда была почти здорова, и когда болезнь постепенно овладевала её телом. Работа над спектаклем длилась почти год. Написание сценария, репетиции, но главное – создание атмосферы, которую невольно творил автор стихов, ставших основой постановки. «Мы во время спектакля постигаем всю глубину и страданий, и в то же время величие души этого человека. Вот что главное». «Попробуй! Вот, смотри! На себя тяни порезче, спуск, усмей, не давай! А сама всё легче, легче! Отпускай и отпускай!» Исполнительница главной роли Екатерина Баева словно прожила жизнью своей героини. «Многому эта роль научила меня, — говорит Катя. И в первую очередь, что нельзя пасовать ни перед какими трудностями». «Даже если просто читать её стихотворения, они не оставляют равнодушными. Они что-то цепляют, что-то переворачивают внутри. А когда ты переживаешь, представляешь, что это ты, это ещё сложнее». В постановке приняли участие дети. Ведь кто ещё лучше, чем они, могут прочитать такие озорные стихи, каких у Натальи Юрпаш немало. «У коровы рёвы заболел живот. Головой мотает рёвушка, ревёт. Доктора позвали. Очень добрый врач. Утешает рёву. Рёвушка, не плачь!» Авторы постановки не хотели вызывать у зрителей слёз жалости. Наоборот, они старались показать мужественность и силу воли своей героини. Ведь в юности и молодости она ходила, даже ездила на велосипеде. А после смерти родителей болезнь начала прогрессировать. Наталья попала в интернат, где первое время ей казалось, что жизнь закончилась. Но на помощь пришли верные друзья. Стихи. И они стали настоящим выплеском её удивительной души. От горести до радости есть один шаг. И также наоборот. И мне показалось, что сегодня все, кто присутствовал на этом спектакле, прочувствовали вот ту атмосферу очень необычного человека, который написал огромное количество стихотворений. И было очень приятно сегодня слышать стихотворения «Изус детей», детские простые стихотворения. После окончания спектакля артистов, а также авторов постановки Елену Махибороду и Веру Рожкову благодарили долгими аплодисментами и добрыми словами. Всё, кроме таинства пера, отныне кажется убогим. Опять во мне, и слава Богу, её парящая пора. Огромное вам спасибо. Браво! Татьяна Брулова, Владимир Бежёнов, Елена Кошелева. Видно этого.